Кто там? Мне необходимо с тобой поговорить, это очень важно. Я сейчас не могу. Не могу. Это займет всего минуту, Клаудия. Я только что из душа, Фернандо. Ладно, нет проблем, я подожду тебя внизу. Нет. Хорошо, подожди внизу, хорошо. Ты этого хочешь? Если я это делаю, то только потому, что хочу это сделать. Но это не тот врач, о котором я тебе говорил. Нет? Что, возникли проблемы? Нет, никаких проблем. Просто этому доктору я больше доверяю. Ты можешь это понять? Или нет? Да, конечно, Флоренция, все в порядке. Ты можешь выбрать любого доктора, которого пожелаешь. Дарио. Ты помнишь, что ты мне кое-что обещал? Что? Не притворяйся. Я хочу, чтобы в случае моей беременности ты простил моему отцу все долги. Флоренция. Разве ты идешь на это не из-за любви? Я всегда хотел от тебя ребенка. Мы втроем будем так счастливы. Дарио. Ты устанавливаешь цену на свою беременность? Дарио, не играй в жертву. Я хочу только, чтобы между нами было все ясно. Ты уже не раз чего-то обещал, а дело совершенно противоположное. Я выполню обещание, клянусь. Мы должны забыть прошлое, забыть все наши ссоры. Теперь нам надо думать о нашем будущем и о будущем наших детей. Флоренция. Свою часть я сделаю завтра. Я сдам анализы. В чем дело? Я хочу знать, способна ли ты сделать что-нибудь во вред мне. Я не понимаю тебя, Эдуарда. Понимаешь, прекрасно понимаешь. Ты ведь видела все мои тюремные документы, да? Тебе известно, где я побывал. Какое это имеет отношение к настоящему? Что ты задумал? Ничего. Но ты мне не ответила. Ты способна предать меня? Я? Конечно, нет. Почему ты спрашиваешь? Я пришел сюда из-за тебя. Мне бы не хотелось думать, что после стольких лет ты пойдешь против меня. У нас с тобой было столько прекрасного, столько прекрасного и столько трудного в жизни. Согласись. Такое не забывается. Эй, что с тобой? Пусти меня. Что ты делаешь? Успокойся. Эдуарда. Успокойся. Простите, я вам помешал? Нет. Тут два парня подрались. Я бы не хотел вмешиваться, но это может плохо кончиться. Может, пойдете, разберетесь? Иду. Что я делаю? Я схожу с ума. Привет. Привет. Садись, пожалуйста. Теперь мы можем поговорить? Как ты узнал, где я нахожусь? Падре Кармелло сказал мне. В чем дело? Что за тайны? Я не могу сейчас сказать. Я очень устала. Я очень сожалею. Очень. Чем я могу тебе помочь? А ты не знаешь? Ты пришла в мой дом, забила мне голову разными историями об Андреа. Я думала, что оказываю тебе услугу. Нет, ты только еще больше меня сбила с толку. Сейчас не время говорить об этом, Фернандо. Мне нужны объяснения. Я хочу, чтобы ты рассказала мне все об Андреа. В чем дело? Почему ты мне рассказала о том, что ты сделала? Мне нечего тебе объяснять. Как это нечего? Мне надо понять. Почему ты мне сказала, что Андреа способна на все, что с ней надо быть осторожным? Пожалуйста, уходи, Фернандо. Уходи. Я никуда не уйду. Послушай, мне надо переварить, что ты мне рассказала. Ты можешь мне объяснить? Мне нечего сказать. Разумеется, есть. Ты что-то темнишь. Клаудия, ты сама пришла поговорить со мной. Уходи, пожалуйста. Уходи. Я никуда отсюда не уйду. Я не уйду, пока ты мне не расскажешь. Не очень прилично, что ты и я находимся вместе в отеле. Тем более, что ты друг моей сестры. Господи, это еще что? Ты хочешь сказать, что тебя это смущает? Да. У меня свои принципы. Это неприлично. Я старомодна. Поэтому Андреа и не любит меня. Но мне наплевать. Послушай, ты повсюду ходила за мной. Ты следовала за мной в церковь, в порт. Ты ходила за мной как тень. Это было прилично? Если я тебя разозлила, извини. Я не хотела этого. Извини, Фернандо, извини. Я просто пыталась помочь. Но теперь я прошу тебя уйти. Ты меня компрометируешь. Клаудия. Пожалуйста. Извини, я сам не знаю, что делаю. Извини. Ничего. Не волнуйся об этом. Пока. Пока. Идиот! Почему ты впустил этого человека ко мне в номер? Я думал о том, что сказала твоя мать. Что именно? Насчет имени, которое мы дадим ребенку. Я бы хотел назвать его Роберто, если это будет мальчик. Роберто в честь другого Роберто. Это же справедливо, правда? Давай больше не будем говорить об этом. Дарью, пожалуйста. Почему нет? Извини, Флоренция, просто я очень переживаю из-за ребенка. Не знаю, я не могу дождаться момента, когда у меня будет ребенок. Мой ребенок. Ты говоришь о нем, словно он твоя собственность. Машина или, не знаю, дом. Флоренция, пожалуйста, не будь такой чувствительной. Ты ничего не ешь. Я не голодна. В чем дело, тебе не нравится еда? Или у тебя проблемы? Что-то случилось? Нет, нет, Дарью. Флоренция, пожалуйста, я не хочу с тобой ссориться. В последнее время мы были с тобой счастливы, ведь так? Дарью, я тоже не хочу с тобой ссориться. Тогда улыбнись. Я не хочу баталий в этом доме. С этим покончено. С этого момента я хочу, чтобы мы были счастливы. Флоренция, ты увидишь... Ты увидишь, как ты изменишься, когда забеременеешь. Обязательно. Это мой телефон. Кто это может быть в такой час? В чем дело, ты ревнуешь? Слушаю. Да. Минутку. Привет, Рики. Да, да, да. Я тоже, я тоже буду рад тебя видеть. Ладно. Ладно, да, да. Я уже еду. Чао. Кто это был? Это был один инвестор. Он хочет вести дела со мной. Ему нужно видеть меня прямо сейчас. Ты уезжаешь? Я должен, Флор. Он всегда помогал моему отцу, когда ему было что-то нужно. Хорошо, если тебе надо. Но только не задерживайся допоздна, Дарио. Не забудь завтра тебе сдавать анализы. Такого я не забуду. Иди, ложись и отдохни. Флоренсио. Ты с ней не встретился? Нет, я не смог. Я не видела ее сегодня. Я все время в комнате сеньора Антонио и не знаю, что происходит в доме. Ты ни разу не навестил его. Ты даже не спрашиваешь, как он там. Я? Да, ты. Что ты спрашиваешь? Он же твой отец. Да, да, Басков. Прошу тебя, не говори со мной сейчас об этом. Он всегда проявлял к тебе любовь. По-своему, но он это делал. Да, он показал мне свою любовь чудесным образом. Ты не можешь простить его. А мне нечего прощать. Совершенно нечего. Ты мог бы хотя бы позвонить и спросить о его здоровье и еще что-то. Ты прекрасно знаешь, что я о нем думаю. Так уж все плохо? Неужели все, о чем я тебе рассказываю, так плохо? Почему ты так его защищаешь? Ты первая говорила о нем плохо. С тобой невозможно разговаривать. Я не могу с тобой разговаривать. Когда ты не хочешь быть разумным, ты становишься упрямым, как осел. Подожди. А вот и я. Что ты пьешь? Слишком сухое. В чем дело? Почему у тебя такое кислое лицо? Я неважно себя чувствую. Да ладно, приятель, встряхнись. Разве ты не рад меня видеть? Давай потанцуем. Нет, мне не хочется, Дарио. Мне не нравится видеть тебя таким. Я думаю, у меня температура, хотя и не очень высокая. Температура? Да нет, у тебя никакой температуры. Тебе нужно немного любви. Пошли танцевать. Ну же, хочешь что-нибудь поесть? Нет, я не голоден. Не голоден. Ты впрямь болен? Ты ходил к доктору? У меня ничего серьезного. Я просто простудился. Риге, тебе нужно немного любви. Привет, дорогой. Как ты там? Флоренция, я так рад, что ты позвонила. Я ужасно хотел тебя видеть, но я не смог. Случилось что-то? Я очень волновалась. Нет, нет, я просто не смог. Извини. Дорогой, ты не должен извиняться передо мной. Мы же оба знаем, как обстоят дела. Со мной тоже такое может случиться. У тебя что-то случилось? Флоренция, расскажи мне. Что еще твой муж вынуждает тебя сделать? Это очень деликатная тема. Я не могу говорить об этом по телефону. Любимая, в чем дело? Он рядом? Нет. Нет. Но нам нужно быть очень осторожными, дорогой. Флоренция, когда мы сможем встретиться? Завтра утром в церкви. Очень рано. Тебе это подходит? Хорошо, я там буду. Я рад, что ты позвонила. И я счастлива слышать твой голос. Тереса. Как? Ты все еще в гостиной? Сеньора, дом такой большой. Да, дом большой. А твоя работа маленькая. Заканчивай здесь и переходи в комнаты. Сеньора, этим занималась Тереса. Тересы здесь больше нет. Сеньора Селия, я и так стараюсь. Пожалуйста, только не оправдывайся. Я не хочу услышать никаких извинений. Перед тем, как ты приготовишь еду, я хочу, чтобы ты как следует помыла кухню. Я не умею готовить. Я не хочу услышать никаких извинений. Хуана, замолчи, иди работать. Живо. Доброе утро, сеньор. Я не знала, что вы уже встали. Где Флоренция? Флоренция ушла рано утром. Она сказала, что пойдет встретиться с Бруно в церкви. Вы будете завтракать? Нет, нет. Нет, я спешу. Мне нужно сдать анализы. Анализы? Что случилось, Дарью? Вы заболели? Нет, нет. Никогда себя не чувствовал лучше. Прекрасно, Дарью. Извините, что я настаиваю, но нам срочно нужно нанять горничную. Селия, пожалуйста, займись этим сама. Не беспокой меня по пустякам. Я могу войти? Сеньора. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Бывают головокружения, но в общем, хорошо. Вы ходили к доктору? Что он сказал? Что все хорошо, что мне нужно сделать эту, как ее, ну, эхографию. Да. Пока рано, всему свое время. Вам что-нибудь нужно? Скажите мне? Нет, мне достаточно того, что вы мне дали. Лишние деньги всегда бывают, кстати, не так ли? Да. Но сначала я хочу, чтобы вы оказали мне одну услугу. Оставьте у себя эту сумку. Хорошо. И не смейте открывать ее. И никому не говорите, что я дала ее вам. Поняли? Когда она мне понадобится, я приду за ней. Не беспокойтесь, никто никогда не узнает. Очень хорошо. Для нас обеих. Привет. Фернандо. Какой сюрприз. Еще очень рано. Да, мне что-то не спится. Как поживаешь? Хорошо. Все время в трудах, чтобы не скучать. Странно, что ты сегодня не вышел в море. Нет, нет, на самом деле я не вышел в море, потому что... Нет, ничего странного. Привет. Привет. Вы можете обняться, если хотите. Помимо того, что я священник, я еще и друг. Господи. Из-за вас я чувствую себя братом Лоренцо. Кем? Брат Лоренцо, священник из Ромео и Джульетты, который все время устраивал им встречи. Надеюсь, что наша история не будет иметь такого конца. Надеюсь. Ладно, мы уходим. Я не хочу, чтобы ты сердился на нас. Да, я буду стараться. Идите. Пока. Пока. Фернандо. Что? Мы должны поговорить о чем-то очень важном. Ты единственный, кто может мне помочь. В чем дело? Я в отчаянии, Фернандо. Что случилось? Фернандо? Фернандо, я дома. Фернандо. Фернандо, где ты? Фернандо? Фернандо. Фернандо. Где ты, Фернандо? Фернандо. Нет, нет, нет. Ты должна успокоиться, как говорит Клаудия. Ты должна успокоиться. Фернанда! Я найду тебя, клянусь, я найду тебя! О, боже, не могу поверить, как он может просить тебя об этом. Теперь ты понимаешь, почему я так срочно хотела с тобой увидеться. Да, да. Дарио только об этом и говорит. Это теперь единственная тема. Хуже всего то, что я не могу сказать нет. Я не могу отказаться. Понимаешь меня? Успокойся, мы должны подумать. Он сказал, что все для меня сделает, если я соглашусь. И... Рассказывай, рассказывай, рассказывай. Если я забеременею, он вернет моему отцу закладную и простит ему все долги. Фернанда, я чувствую себя загнанной в угол. Какая же он дрянь. Он все делает для того, чтобы держать тебя под контролем. Разве ты этого не видишь, Флоренция? У меня нет другого выхода, Фернанда. Что еще я могу сделать? Ничего. Ничего. Пока ударю все долговые расписки моего отца, я приговорена жить с ним. Флоренция, как ты не понимаешь? Это же ловушка. Какая ловушка? Конечно. Даже если твой отец получит все долговые расписки обратно, у вас с Дарио будет ребенок, и ты никогда от него не избавишься. Никогда. Есть новости? Я еще не видела Фернанда. Нет, приезжала твоя сестра. Ты это знаешь, да? Моя сестра Клаудия. Да, я не мог поверить, что вы так похожи. Что такое? Ты изменилась в лице. Не говори только, что ты не знала. Да, да, я знала. Но прошу, окажи мне одну услугу. Я ничего не хочу знать о Клаудии. Мы с ней не ладим так, что даже не упоминая о ней. Ты не знаешь, где Фернанда? Нет, я правда не знаю. Когда катанет поблизости, мышка веселится. Джакомо, перестань. Зашей себе рот перед тем, как говорить глупости. Может, это и не глупости, португалец. Я и говорю, что говорю. Не обращай на него внимания, ты прекрасно его знаешь. Он сумасшедший. Что тебе известно, Джакомо? Ничего, ничего. Уведи его, португалец. Иди сюда. Больше всего приводит меня в отчасти, что нет выхода. Вот так. Я использовала все козыри, и я проиграла. Я проиграла. Нет, дорогая, не говори так. Сядь. У меня есть решение. Ты о чем-то подумал? Скажи мне, я могу это сделать? Я не хочу, чтобы ты неправильно меня поняла. Скажи мне, Фернандо. Когда все потеряно, как ты говоришь... Да. ...нам осталось только лгать. Лгать? Да. Лгать насчет чего? Флоренция, ты должна сказать Дарио, что оплодотворение состоялось. Ты должна сказать ему, что ты беременна, тогда он освободит твоего отца. Нет, нет, он узнает. Нет, послушай, он не узнает. Вначале никто ничего не узнает. Я не могу этого сделать, нет. Флоренция, это единственное решение. Я не могу. Я не могу так много лгать. Прошу тебя, хорошенько подумай. Подумай. Ты должна решить. Нет, я не могу вот так сразу решить. Хорошо. Сначала подумай. Представь, что за жизнь у тебя будет с Дарио и его ребенком. Нет, нет, это будет ужасно. Конечно, это будет ужасно. Теперь ты понимаешь. Только ты один понимаешь, что происходит со мной, Фернандо. О, Господи. У меня нет выхода, мне некуда бежать. Я... Успокойся, пожалуйста. Неужели ты не понимаешь? Если бы я могла, я бы носила твоего ребенка. Я ни о чем другом не могу думать. Я в растерянности. Я ревную, мне страшно. У меня все чувства перемешались. Любимая, я очень хочу иметь от тебя ребенка. Вместо оплодотворения? Нет, нет, это безумие, нет. Это безумие? Да? В чем безумие? Я могу войти? Забавно, я спрашиваю разрешения войти в собственную компанию. Дарио, прошу тебя, не огорчай меня сегодня. У меня очень много работы. Ладно, ладно, я пошутил. У вас очень красивый галстук. Что это с тобой? Угадайте. Не знаю, от тебя всего можно ожидать. Думаю, я сделаю вас дедушкой раньше, чем вы предполагали. Что? Дедушкой? Я знала это, я знала. Элена, успокойтесь. Росарио мне сказала. Кто такая Росарио? Знакомая колдунья. Она не колдунья, она парапсихолог. Она сказала, что моя дочь преподнесет мне сюрприз. Но я не думала, что это случится так скоро. Успокойтесь, нам надо еще немного подождать. Мы над этим работаем. Что значит, вы над этим работаете? Не задавай интимных вопросов. Это мой внук, я имею право знать. Единственное, что могу вам сказать, что вы узнаете самыми первыми об этом приятном событии. Надеюсь, это будет для меня самой лучшей новостью. А как идут дела здесь? Если вы так заняты, значит дела идут в гору. Хорошо, намного лучше, намного. Рыбаки с верфи каждый день ловят рыбу и в больших количествах. Хотя цены на нее не лучшие, работы есть для всех. Люди работают, поэтому есть и деньги. Вы можете говорить только о делах и ни о чем другом. Но мы же на работе. Но мне же не интересно. Дорогая, насколько мне известно, это завод, и я здесь работаю, не так ли? Если тебе не нравятся мои деловые разговоры, оставайся дома, и проблем не будет. Понятно. Мне надо сидеть дома или играть в гольф. И не приходить к тебе, так? Продолжайте разговаривать. Я не буду вас перебивать. Продолжайте. Пожалуйста. Не сердитесь, Элена, дорогая. Дарио, оставь. Не обращай внимания. Дарио, поскольку дела стали налаживаться, даже пошли в гору, мне бы хотелось начать выплачивать тебе свои долги. Пожалуйста, дай мне ссуду, чтобы я смог опять стать владельцем завода. Роберто, к чему это? Ведь мы одна большая счастливая семья. Андрео, если бы ты знала, что мы пережили... Что случилось? Фернандо не рассказывал тебе по телефону? Нет, Фернандо ничего мне не рассказывал. Он просто не хотел тебя волновать. Стелла Морис опять выкинула номер. Что она сделала? Она зашла слишком далеко. Слишком на этот раз. Может, у тебя дома? Стелла? Нет, Фернандо. Нет, нет, не думаю. Так вот, возвращаясь к нашей теме, я сказал Стелле Морис, что больше не хочу ее видеть. Я уверена, что все уладится. Нет, думаю, нет. С меня хватит. Все кончено. Не знаю, насколько одно может помочь другому, но надеюсь, что мой внук, которого ты носишь, вернет мне утраченное счастье. Как ты думаешь? Я уверена, что так и будет. Франко, если увидишь Фернандо, передай ему, пожалуйста, что я ищу его. Пока. Флоренсия. Флоренсия. Ты что, не слышала? Я на весь дом кричу. Нет. Как там, Бруно? Все... Все хорошо. Ты что, не была в церкви? Была. Да, да, извини, у него все хорошо. Мне его жалко, он будет ревновать. Почему? Как почему, Флоренсия? Из-за твоей беременности. Я сдал анализы, и мне сказали, что ты можешь пройти оплодотворение, как только будут готовы результаты. В чем дело? Ни в чем. А что? Ни в чем? Просто у меня голова болит. Я плохо спала этой ночью. Не лги мне. Дарио, не дави на меня. Если я говорю, что у меня болит голова, то именно потому что... Флоренсия, я не давлю на тебя, просто я рассчитывал на другую реакцию. Я думал, ты будешь рада услышать новости об анализах. Извините, пришел врач сеньор Антонио. О, входите, пожалуйста. Входите. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы можем подняться в комнату вашего отца? Конечно, поднимайтесь. Вы хотите осмотреть его? Нет, я получила результаты анализов и хотела бы сообщить о них в его присутствии. Доктор, мне больно видеть, как болеет отец, и я предпочел бы... Это очень важно, Дарио. Ты не можешь отказаться выслушать врача. Хорошо, ты права. Пойдемте. Хорошо. Андреа. Я приехала рано и с утра ищу тебя. Ты можешь мне сказать, где ты был? А что случилось? Я весь день повсюду тебя искала, Фернандо. Почему ты кричишь на меня? Что ты делал все это время? Что ты делал? Анализы подтвердили то, что я сама уже определила. Да, состояние моего отца критическое. Что здесь нового? Напротив, его здоровье резко улучшилось, и этим вы обязаны ей. Она замечательно справилась с работой. Нет, нет, я только следовала вашим предписаниям. Сеньора, есть вещи, которые не лечатся лекарствами. Вы помогли ему восстановить силы. Спасибо. Я рад, я очень рад. Все жизненные показатели восстанавливаются. Потрясающе. Вы хотите разрешить ему вставать, доктор? Я думаю, что сеньор в состоянии немного гулять, выходить из комнаты, дышать свежим воздухом в вашем прекрасном саду. Но, конечно, обязательно в сопровождении. Да, конечно. Я буду гулять с вами, Антонио. Более того, если хотите, вы можете ненадолго привозить его в офис. Что ему делать в офисе, если он даже разговаривать не может? Ну и держать его в заперте нет никакой пользы. Было замечено, что когда пациенты возвращались к своей нормальной деятельности, они скорее выздоравливали и набирались сил. Доктор. Да? Я смогу однажды выйти отсюда? Смогу? Да, да, только вас нужно будет сопровождать. Прогулки вам только на пользу. Ни в коем случае, папа, куда ты собрался уходить? Кто за тобой будет лучше присматривать, чем Баска и Селия? Нет, нет, я не об этом. Ни в коем случае, ни в коем случае, папа, после того, что случилось, это слишком опасно. Нет, смена обстановки пойдет ему только на пользу. Папа, пожалуйста. Ты никуда не пойдешь. Нигде о тебе не будут лучше заботиться, чем здесь. Я твой сын. Кто еще лучше о тебе позаботиться, чем я? Баска замечательно все сделала. Я не желаю выяснять с тобой отношения на глазах у всех. Мне это неприятно. Почему бы и нет? Не знаю, как тебе, а мне нечего скрывать. Мне тоже нечего скрывать. Я в этом не уверена. Ты до сих пор не сказал мне, где ты был весь день. Я работал. Работал. Работал? Да, я работал. Думаешь, я такая дура? Я была на верфи, в порту, и никто тебя не видел. Почему бы тебе не перестать? Давай прекратим все это. Я не собираюсь прекращать и не собираюсь мириться с твоей ложью. А я не собираюсь мириться с твоей ревностью. И где же ты работал, Фернандо? Пожалуйста. Это какой-то кошмар. Я работал. Я был на заводе по делам верфи. Что мне еще сказать, чтобы ты поняла? Ты только что приехал, и вот мы опять ссоримся. Я звонила тебе из аэропорта, чтобы ты заехал за мной. Ты не говорила мне, что сегодня прилетаешь. Я звонила тебе. Я что должен был делать? Сидеть перед телефоном и ждать твоего звонка? Это я должен был делать. Но я не виноват. Я не знал о твоем приезде. Конечно, сеньор, никогда не виноват. Ты никогда не ошибаешься, так? У тебя нет причин так на это реагировать. Я так реагирую, потому что тебе совершенно наплевать на меня. Прекрати, прекрати. Успокойтесь, успокойтесь. Позвольте, успокойтесь, здесь нет моей вины. Нет, есть ты позволила этому негодяю моему отцу выздороветь. Если бы вы не наняли Баску... Ты отвечала за то, чтобы этот ничтожный человек никогда не встал на ноги. Я сделала все, что могла. Теперь слишком поздно, слишком поздно сели. Слишком опасно оставлять моего отца в живых. Ты должна убить его. Ты должна убить его. Андреа, так дальше продолжаться не может. Прости меня, мне надо пойти лечь. Не нужно отдыхать. Нет, послушай меня. Я ничего не хочу слышать, Фернандо. Андреа, мы должны поговорить. Так дальше продолжаться не может. Между нами все кончено.